Законодательное собрание 6-го созыва Перед тем, как депутаты приступили к обсуждению повестки дня, представитель коммунистов России Максим Сурайкин выступил против восстановления мемориальной доски белому генералу Капелю. Елена Филиппова от КПРФ поддержала коллегу и предложила вернуться к теме переименования теперь уже площади Соборной в Ленина. А ее однопартийц Виталий Кузин отправился на трибуну зачитывать обращение коммунисту к президенту Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку губернатора. Правда, своему же оратору мешали остальные члены фракции, превратившие начало заседания в настоящую перепалку. Искупились депутаты переходить на личность своих оппонентов. Такое поведение Валерий Малышев попросил рассмотреть на заседание мандатной комиссии и вынести ей свое решение. В итоге ни одно из предложений не было внесено депутатами в повестку дня, и парламент начал обсуждение вопроса согласно регламенту. Первым пунктом законодатели единогласно утвердили дополнительные доходы в бюджет этого года и связанные с ними расходы. В целом доходная часть обоснованного бюджета в 2018 году увеличивается на 1,915,1 миллиона рублей. Общий объем доходов составит 53,971,4 миллиона рублей. В целом расходная часть в 2018 году увеличивается на 2,625,2 миллиона рублей. Средства пойдут на выплату зарплат бюджетникам, а также на поддержку отрасли здравоохранения и образования. Следующий принятый законопроект касался введения штрафов за парковку на газонах, цветниках и детских площадках. Подобный закон действовал в регионе с 2015 по 2017 годы. Правовой вакуум, который был, на сегодняшний день заполнен. И на сегодняшний день штрафные санкции, которые там предусмотрены, это от 500 рублей первый раз для физического лица, и в дальнейшем от 1000 до 3000 рублей. Депутаты также предложили проработать вопрос об организации дополнительных парковочных мест и установке предупреждающих знаков на газонах. Решать вопрос о наложении штрафа будут мировые судьи. Бурное обсуждение вызвал закон о переводе помощников депутатов на работу на общественных началах. Подобная практика уже действует в большинстве регионов Приложского федерального округа. Экономия в течение всего срока, в течение 5 лет, составит более 110 миллионов рублей. 22 миллиона в год, 5 лет, 110 миллионов рублей. Это серьезная сумма, и этим решением, я думаю, что мы докажем и покажем всему, всем жителям Ульяновской области, не только Ульяновской области, то, что мы начинаем с себя. Сэкономленные средства планируется направить в первую очередь на здравоохранение. Депутаты от КПРФ посетовали, что трудно будет найти помощников на таких условиях. А руководитель фракции Арат Гебадинов предложил собрать комиссию для того, чтобы найти, на чем еще можно сэкономить. Правда, в такой постановке вопроса ряд депутатов заметили простое затягивание времени. Связанное с нежеланием зюгановцев принимать данные законопроекта. Что касается позиций КПРФ, они всячески сейчас будут оттягивать и демонстрировать то, что они годами занимались только словами-полемикой. Сейчас есть реальный шанс на деле показать вклад, что депутат может служить народу, депутат может жертвовать, он может отдавать. А они в этот момент, опять же, так сказать, не способны на это. И все же большинство парламентариев высказали за принятие данного законопроекта. Фракция ЛДПР состоит из четырех депутатов. Три из них вновь избраны. И еще недавно, буквально месяц назад, они сами работали помощниками, в том числе на бесплатной основе. То есть, обсудив с своими коллегами, они говорят, мы не то что что-то теряем или от чего-то отказываемся, мы просто ничего не принимаем, то есть ничего не находим. Мы сами помощники были. В совершении заседания был принят законопроект, разрешающий торговлю крепкими алкогольными напитками в выходные дни. Ограничительная мера действовала с 2011 года, но возлагаемых на нее надежд не оправдала. В любой день, ни для кого ни секрет, в разливочных и в субботу и воскресенье алкоголь можно приобрести. Поэтому мы фактически легальную торговлю ограничили этим законом. Законопроект принят в первом чтении. Депутаты заметили, что согласно документу, покупать алкоголь в выходные можно с 8 утра до 11 вечера. В другие же дни, только до 8 вечера. И попросили разработчиков привести это требование к единообразию. Егор Цитов, Александр Кудряшов. Новости дня. Ульяновская правда.